Всем привет, с вами Надбар и вы смотрите 20-ю серию игры Surviving Mars. В этой серии у меня грандиозные планы. Я собирался в конце прошлой серии строить мега-купол, но мне в комментариях подкинули идею немного более интересную. Я как-то на это не обращал внимания, но возможно это правда, и я хочу это проверить в этой серии. В чём заключается эта идея? Смотрите, у нас технологическая ветка, я уже исследую на данный момент локализованное терраформирование, давайте его даже в очереди немножко подвину, так вот наперёд. Почему я так делаю? Потому что мне написали, что если я построю вот такого вот размера купол, то он будет у меня считаться как и мега-купол, и как и чудо-науки. И я таким образом выполню сразу две своих ачивки, то есть видите, у меня есть задача построить мега-купол и построить чудо-науки. И получается, что я убью двух зайцев одним выстрелом. Ну а если не двух, то по крайней мере одного 100%. А тем более, почему я ещё решил это делать, у меня на мега-купол, так я его уже выучил. Где там эти купола, постройка? Мега-купол. Вот он. На него нужно 100 полимеров, и у меня на данный момент их нет. То есть в любом случае мне нужно определённое время, пока я их насобираю. По другим ресурсам вопросов нет. Правда, конечно, на локализованное терраформирование нужно 300, что ещё больше. И к тому же куча бетона. Но опять же, по бетону и по металлу у нас проблем нет, у нас есть только проблема пока что по полимерам. И из-за этого я собираюсь ускорить производство полимеров, поставить ещё один заводец, то есть у нас на данный момент стоит один здесь, и напомню, что один стоит ещё возле вот этой группы куполов. Он находится вот тут, и люди тоже в две смены на нём впахивают. И на том, и на другом. Мне, соответственно, производится 9,6 за смену. Ну и в принципе у нас прирост кое-какой есть. Этих полимеров я их раньше тратил очень сильно, потому что ставил всякие генераторы стирлинга, которые стоят полимеры в постройке, но теперь я как-то откажусь времена от них, и построюсь до конца этой серии, во-первых, выучить чудом арсианские науки локализованное терраформирование, и кроме того, попробую накопить на него полимеров, и уже построить его к концу этой серии. А может быть, кто знает, даже и раньше. Поэтому давайте начнём с того, что я построю завод по производству полимеров ещё один. Где-то он у нас должен быть. Не работающий постройки. Так, секунду, а чё у нас? Мокси. Почему? Мало энергии. Блин, да что за дела с энергией-то? Ой, так, давайте с энергией вопрос решим. Не, подожди. Подожди, не, нормально тебе энергии, должно быть. Хм. Какая-то мистика просто происходит у меня здесь. Вообще не могу понять, в чём прикол. Но мало так мало ему. Было хорошо. Значит, полимерный завод. Давайте его строить. Может быть, даже два сразу сделаю. Работники 18. Шесть раза смен... Ну, 12 у меня будет использоваться, потому что, ну куда же, две смены только буду делать. Производят полимеры из воды и топлива. Ну, топлива у нас хватает, оно вот здесь у меня складируется. Может быть, даже два. Ну, давайте начнём с одного. С одного. Напротив, прям вот этого я поставлю его. Думаю, место прикольное, оно мне так приглянулось очень сильно. Правда, нужно так его построить, чтобы оно никому не мешало. Чтобы рядом с этой постройкой можно было проехать и туда вниз, и на трап заехать в том числе. Ну, давайте попробуем, да. Так, максимальный приоритет, максимальная постройка. У нас один человек без работы. Давайте посмотрим, кто это такой у нас. Колонисты, безработные, без профессий и без дома. Ага, ну в данный момент она перелетает в новый купол с помощью шаттла. Вот, видите, один человек. То есть я уверен, как только она перелетит, она поселится где-нибудь в аркологии и найдёт себе работу. Ну, к тому же без профессии. Этим есть чем заняться. Так, это наш ДУ-транспортер, он скоро привезёт немножечко металла, или, возможно, что-нибудь поедет собирать. У нас, напомню, была бомбардировка метеоритами в прошлой серии, много чего интересного нападало. Так, дрончики пошли, давайте я немного ускорю игру, потому что, ха, чувствую, мы долго будем накапливать нужное количество полимеров, если я не буду играть на максимальной скорости. И вообще, сейчас посмотрю на скорость производства всего этого дела. И, кто знает, может быть, даже третий построю полимерный завод, чтобы успеть накопить 300 штук, или, быть может, даже закажу с земли немножко полимеров. Что тоже хорошая идея. Давайте в любом случае ракету мы пришлём. Так, чё у нас, кстати, по населению? 129-136. У нас уже реально скоро будет не хватать мест жилых вот в этом вот куполе. Давайте построим наперёд ещё одни квартиры. Ох, чувствую, ничем хорошим это не закончится. Слишком много квартир в одном куполе. Там им может не хватать уже каких-нибудь ресурсиков. Но, так вижу, чё-то у меня там сломалось, сейчас я это починю. Блин, не, жёстко по квартирам, конечно, очень. Может быть, что-то есть аналог какой-нибудь квартиры. Ну, только аркология, да, но мы её одну смогли построить. Ну, давайте, делать нечего, будем постепенно вот так вот увеличивать как-то количество людей в куполах. Может быть, что-то до с этого получится. Нет энергии, да, у тебя? Ммм. Ну, давайте организуем ему энергию. Вроде бы у меня там я выучил... Да, я знаю, что мало накапливаются. Хорошую технологию по получению энергии из солнечных панелей. Это прорывная была технология, поэтому можно парочку добавить, просто чтобы они соединяли вот здесь. Электричество. Не хочу провод тянуть. Ну, как мало, ну, ребят, ну, подождите, сейчас всё будет. Давайте сразу усилитель сделаем. Да, это требует некоторых ресурсов, но они у нас есть, думаю, мы можем себе их позволить. Сразу вторую смену. Так, ребят, давайте, первый приоритет, просто максимальный. Всё шикарно. Сейчас запустится смена. Как раз улучшение пройдёт, и мы запустим таким образом полный цикл производства. Да, по поводу людей. Я думал, честно говоря, земли людей привозить. Но сейчас я вижу, что с этим может быть определённая проблема, потому что и без того мест в куполе не так много. Кстати, учёных, да, у нас уже прям... Бери, не хочу. Везде стоят усилители. Можем, знаешь, что, добавить ещё один, даже Институт Хокинга. Ещё один, да. Вы не ослышались. Это будет четвёртый в этом куполе. Не знаю, мы прям очень быстро будем науку добывать, но... Мне так и нужно. Так, где он здесь? Институт Хокинга четвёртый. Я, поскольку играю за Бразилию, мне позволено ставить жильё людей в одном городе, а производство уже в другом. Это всё реально, так здесь мало людей без образования. Что ж там у меня в университете? Много людей слишком учатся, наверное, на текущий момент. Да, давайте временно ограничим до одной смены. Опа, это... Помните, не так давно я запускал экспериментальную ракету? По-моему, ещё в поза прошлой серии. Мне было интересно, что же получится. Я думал, та проблема с двигателем это была экспериментальная. Но нет, вот она. У прототипа ракеты был обнаружен критический конструктивный дефект. Как такое могли пропустить? К счастью, дефект в двигателе был вовремя устранён, и его конструкцию доработали. Трагедию удалось предотвратить. К счастью, теперь наши ракеты не представляют опасности. И чё, и всё? То есть я типа вот так согласился, и ракеты теперь просто не представляют опасности, всё? Да, да у разведчика у меня сломался один. Давайте для начала разберём здесь в кое-то веке. Наш... Мало электроники? Да вы смеётесь надо мной, ну как мало-то? Она ни на что не должна уходить при этом, при всём. Может быть, дорого стоил полимерный завод? Давайте проверим, действительно ли это так. Да, я помню, что нужно на починку отправить. Нужен ли был? Нет, на полимерный завод электроника не нужна. Может быть, на производстве дронов много электроники уходило? Странные дела по электронике. Очень странные. Но будем думать. Ладно, нам в любом случае нужен сейчас ДУ-координатор. Он без дела у нас стоит, мы его отправим на починку, ДУ-разведчика. Где-то он у нас тут был. Вот он. Так, журнал событий. Да пока ещё событий новых не было, я буду держать вас в курсе обязательно. Конечно, что там происходит на текущий момент. Да, вроде бы по безработным не такая теперь плохая ситуация. 200 человек в куполе. Но всё равно не хватает безработных. Вернее, не безработных. Необразованных. То есть нужно больше необразованных людей, потому что реально не хватает, видите, людей, в принципе, у которых нет образования. Но рождаются они у нас очень быстрыми темпами, и я думаю, что скоро эта проблема уйдёт сама по себе. Тем более я закрыл в университете одну из смен, из-за которой, мне кажется, была эта проблема. Да, один колонист таскует по земле. И да, давайте наконец-то запустим ракету, он уже давно там таскует. Три ракеты. А-а-а, я понял, мне дали третью ракету за испытание. Ну, хорошо. Давайте грузовую ракету. Я закажу на все деньги полимеров, а, кстати, у меня не так много денег-то. А полимеры потом подорожают. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Реально, по полимерам нужно бустануться. Ну, хотя бы такой базовый какой-то буст иметь. Чуточку электроники ещё пришлю, не могу понять, в чём беда с ней. Надо ускорить темпы её производства, но я за этим слежу. Ну и всё, ракета пусть летит. Почему именно ракета? Пусть она прилетит и заберёт у меня редкие металлы, которых производится просто масса. У меня слишком много. И здесь, ребятами, геологами, и плюс ко всему вот этим заводам по очистке редких металлов тоже. Везде стоят усилители, кстати. Да... Я не понимаю. Куда девается электроника? Так, я вроде бы не помню, закрывал завод здесь по электронике или нет. Да, смотрите, я здесь в тот раз закрыл завод по электронике, и возможно... А как-то с этим проблема связана. Может быть, всё-таки он здесь был нужен? Ну ладно, давайте его... Блин, давайте восстановим, потому что реально какая-то проблема есть. А я глянул, кстати, он достаточно эффективен, этот завод, в принципе. Посчитал, так на прошлой серии посмотрел, ну и учитывая, что мы не успеваем пока что производить нужное количество электроники, я думаю, что пусть будет. Пусть будет, но очень прям странно. По полимерам, кстати, да, на... Ребят, выручайте, а, стройте, делайте электронику, вы чего? О, какая-то жесть. За едой я слежу, можете не беспокоиться, там всё нормально, всё рассчитано. Можем даже посмотреть, да, тут расход еда 40, то есть нам вот тех, той еды, которая сейчас есть, её хватит, ну, на соло в 15-20. Это много, тем более у меня в том числе, ну, иногда появляются геологи, которые эту еду, ну, кое-как за ней могут поухаживать. Ну, сейчас их нет, почему-то мало кто на геологов хочет учиться. Я думаю, что это из-за низкого приоритета на фермах, давайте его поднимем, наверное, до нормального, чтобы люди тоже учились. Но людей на этих фермах будет работать минимально. Ну, просто, чтобы мы хоть начали её производить заново и посмотрим, что с этого выйдет. Так, по науке. Давайте тут построим усилитель. Сделаем только учёных, ну, тут, в принципе, и так только учёные, откроем ещё вторую смену. То есть у нас сейчас в науке производится, ну, бешеное количество. И это без сторонних специалистов. То есть с институтов Хокинга чисто... У нас гений, кстати, есть даже колонист один. Поразительно. Так, это что у нас сломалось? Да у разведчиков. Ну, так его должны были... Да ладно, так, а где доу-координатор? Я понял. Так, ты... Блин, какая-то прям непруха, а. Так, ты туда давай едь. Сейчас нужно очень аккуратно, потому что это всё может хорошо не закончиться. Давайте грузитесь и валите оттуда поскорей. Я потом починю в другой раз. Попробуй ещё уследить за этими дворазведчиками, как он там оказался, интересно. Так, я буду следить за этим вихрем, как только он перестанет идти, я заново запущу. Во, вроде бы по электронике немножко получше ситуация у нас стала. Давайте я тут построю усилитель сейчас ещё. А он уже есть. Вторую смену открою. Да, и пусть работают. Конечно же, инженеры пусть работают. Давайте на эти два завода поставим максимальный приоритет, чтобы... Ребята в первую очередь шли. И да, прилетела ракета. Нет, подожди, ракета. Я тут разрушал в прошлый раз посадочную площадку. Сейчас я новую сделаю. Надо, чтобы в радиусе действия вот этого центра управления дронов. То есть где-то здесь. Да, в моих мечтах, по идее. Ну, можем вот тут тогда. Это тоже в радиусе действия. Нормально. А почему так? Чтобы все имели доступ и к складам, ко всем складам, которые есть на этой карте. И дрончики нормально прилетали. Давайте, это тоже максимальный приоритет. Есть, достроили площадку. Отлично строим. Кстати, тут хочу подровнять немножко землю. Тут уже, в принципе, вывезли даже все со свалок. Это нам уже не нужно ничего. Как выравнивается земля? Очень просто. Ставим вот тут площадочки, ракетодромы. Мы их не будем строить. Сейчас мы отменим работу. Так, дроны назад. Да, отлет колониста. Один колонист улетает. Это нормально. Ничего страшного. Как-нибудь мы это переживем. Я уже решил тот вопрос, из-за которого он хотел удрать. Там ему магазин не работал в ночное время. И так далее. Но если у нас еще такие есть, то проблем с ними уже не будет. Ну, если будут, то по каким-то другим причинам. Но пока вроде бы живем. Так, тут так и должно быть. Да, это норм. И полимерчики, да, привезли. Все нормально. Электронику тоже восстановили. Вроде бы вот сейчас живем по-другому. Высокая загруженность дронов? Ничего себе. Ничего себе. 27 дронов, и у них высокая загруженность. Все, нет больше. Вихря давайте чинить теперь того товарища нашего. Так, как там идет исследование? Половину уже исследовали. Ну, чувствую, что исследование закончится намного быстрее, чем я наберу достаточное количество полимеров. И, наверное, стоит потом будет выучить еще автоматизация ферм, потому что мы подходим уже к окончанию наших запасов еды после торговли. Кроме того, нужно еще желательно выучить генную модификацию. Это там реально очень выгодные растения будут у нас. И, кстати, вот марсианская диета тоже прикольная штука. Мы, наверное, ее подвинем вот так. А это мы вообще пока отменим. Но она у нас будет. Наверное, как-то так мы аж будем делать. То есть по воде вопросов у нас нет. У нас много добытчиков. Это приятно, но мы это можем немножко отложить на потом. В общем, как-то так. Науке валит 4,3 тысячи. Ну, мне бы хотелось еще больший буст от науки, но я его не получу. Так, ну, можем приблизительно прикинуть. У нас производится 20 полимеров в день. Ну, с учетом расходов, конечно же. А нам их нужно 300. Ну, получается, что где-то к дней 15 это у нас займет еще. Ну, вернее, как бы... Нет, еще 10 солов, и, в принципе, мы построили. Так что по ракете ты можешь улетать? Может улетать? Ну, конечно, давай. Я в ручном режиме их запускаю, потому что я не хочу, чтобы они лишний раз туда-сюда летали. Что-то меня это немного напрягает. Хотя, учитывая, что теперь у нас их три, то, может быть, вот эту вот станцию мы можем выделить, чтобы он отвозил редкие металлы отсюда. Это вообще не вопрос, у нас их накопилось приличное количество. И все деньги мы будем пускать в исследование. И вот смотрю, что изнашивается один из генераторов стерлинга. И это очень странно, потому что, смотрите, вот по соседству стоит рядом с трибоочистителем. Он не изнашивается и никогда не был обслужен. А вот этот, в свою очередь, его обслуживали, и он изнашивается. То есть такое чувство, как будто бы его, вот конкретно этот трибоочиститель не чистит, вернее, генератор стерлинга не чистит. Это нам говорит о том, что на данный момент не работает вот этот трибоочиститель. И вот этот тоже. Круто. Проверим мою догадку по поводу того, что перезапуск игры решает этот вопрос. Я только что перезапустил. Три электроники нужно для починки университета. Починили. Хм, окей. Ну, скоро уже подойдет время, когда нужно будет его обслуживать. Давайте, наверное, его прикроем временно. Чтоб полимер один сэкономить. Ну, только сейчас не хватало, да, нерабочих трибоочистителей. С ними бывает какая-то проблема. Происходит. Да, вроде бы помог перезапуск. Я видел только, что он запустился. И немножко даже почистил трибоочиститель. Ой, и тот запустился другой. Ну, все, дело, значит, пошло. Еще немножко он почистился. Можем открывать. Блин, странные дела. Вот прям не люблю я. Какие-то забагованы реально эти трибоочистители идут. Да, поскольку нам прибыло финансирование. И денежек у нас прибавилось. Тут теперь два варианта. Я могу заказать еще немного полимеров с земли. Или же нанять людей, научников на производство науки. Но, учитывая, что я вижу сейчас, то, наверное, мне все-таки не так сильно нужна та наука. А вот дополнительные полимеры мне бы не помешали. Поэтому давайте, наверное, вызовем грузовую ракету. Причем, смотрите, да, цена с каждым разом растет на полимеры, поэтому... Я бы хотел, наверное, еще разок ракету отправить пустую. Вот эту вот. К нам. Просто пустая ракета. Она прилетит, заберет у нас... Ну, опять же, блин, много ракет. Давайте все-таки одну поставим на, наверное, автоматическую работу, на свободную площадку. Как раз рядом с экстрактором редких металлов. И пусть немножечко полетает, позабирает, накопит нам денежек. Думаю, что в текущей ситуации это лишним не будет ни капельки. Все, пошла очистка. Наверное, вот из-за этого у нас электроника улетала из-за того, что некоторые из трибоочистителей не работали. Так косвенно можно понять потому, что вот, например, этот, да, немного надломан был. Этот в нормальном состоянии, этот немного надломан. Давайте вот этот попробуем. Нерабочая смена? А, ну да, все правильно. У меня непосменно работает этот для экономии электроэнергии. Ну, может быть, тогда и все в порядке. Три постройки не работают, госпиталь, но уже две. Ферма и еще что-то. Ну, по ферме все понятно. А вот по госпиталю это печально, конечно. Желательно бы нам людей каких-нибудь привезти, ну или же воспитать, выучить медиков, да? Здесь, ну, должны учиться, у меня час авто стоит. И потребностей во врачах я не вижу. Наверное, уже выучился и уже в пути. Я вот смотрю, что еда реально улетает. Вот кто бы что ни говорил, еда улетает. Поэтому, да, думаю, очень не зря я включил марсианскую диету, которая уменьшит потребление еды сначала. А плюс ко всему я потом выучу новые культуры. Это две таких самых дешевых технологии, я буквально за пару солов выучу. Даже марсианской диеты, по-моему, и так наполовину у меня была выучена. И потом автоматизация ферм, и будем прям жировать опять по еде. Думаю, проблем не будет. Так, села ракета, давай я вот сюда приземлю ее. И включу у нее авторежим. Пусть катается туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Три ракеты, а? Ну надо же их для чего-то использовать. Так будет добра, вот так вот, авторежим. Надеюсь, она будет ждать, пока ее не заполнят полностью. Ну, то есть не только заправят, а еще и не занесут полностью редких металлов на нее. Ну, у меня тут, видите, стоит режим на то, чтобы тридцатку они приносили в любом случае. И вот как раз здесь тридцатка у меня и вмещается в ракету. То есть все продумано, все нормально. Думаю, дроны будут успевать эту тридцатку приносить с других складов, если вдруг ее не будет здесь, под рукой. Да, нормально все. Пылевая буря скоро. Ну, только ее и не хватало. Ракета, напомню, не может летать во время пылевой бури. Так, это сейчас улетает. И за те деньги, которые привезет это, я попробую успеть доставить себе дополнительных полимерчиков. Во, отлично. Исследовано это. Давайте поломаем тут проводочек полностью. Он нам ни к чему там. Тут вот не знаю, будет соединение или нет. Знаете, давайте оставим на всякий случай. Ничего страшного, поломается так поломается. У нас-то ресурсов в конце концов хватает. Да, и тут по бетону давайте убирать этот склад. Думаю, сейчас дрончики накинутся, у меня их много. Да, электроники немножко побольше стало. Давайте дрон-модуль. А, у нас есть дрон-модуль свободный. Давайте на все деньги распечатаем. Вот так, да. Тридцати один, теперь дрон. Пусть работают ребята, они тут реально нужны будут. Очень сильно нужны, даже я еще закажу. Одну электронику стоит один дрон-модуль. Давайте закажем 12. Пусть люди работают. Че, не зря простаивают, что ли? Я, наверное, даже ограничу тут количество людей. Ну, реально, зачем так много инженеров, которые работают периодически? Просто они как бы поработали, и все там особо... Не в высоких темпах работает явно, ребят. Да, это уберите полностью, пожалуйста. Мало электрон... Это неправда, нормальные электроники. Я уже хочу просто местечко прикинуть себе для нового купола. Давайте сразу прикинем, как тут будет идти связывающий туннель. Переход, да? Вот отсюда мы его протянем. И вот максимальное расстояние здесь. Ни туда, ни сюда. Ребят, я все сектора и уже исследовал. Не надо мне напоминать. То есть максимум здесь. Блин, как-то бы обозначить это место. Но я, допустим, запомнил. Так, ракета 93%, я хочу за ней последить немножко, чтобы вот прям впритык выслать сразу новую, потому что очень скоро солнечная буря, и я могу не успеть. Посадить. Да, есть. Могу не успеть вызвать новую ракету. С полимерами, которая прилетит. Хотя, блин, с такими темпами, может, нам и не надо оно. Если подумать... 180. Просто быстро. Ну, настолько с такой скоростью мы их производим, что... Мало не покажется. А нам нужно 300, да? На эту штуку. Да, 300 полимеров. Ну, 120. С другой стороны, зачем нам еще деньги нужны правильно, кроме того, чтобы что-то закупать? Поэтому, конечно, давайте грузовая ракета. Полимеров прям закупимся по полной программе на все деньги. На всю вместимость ракеты, даже так. Ну, хорошо. Так, это же не та же самая ракета, которая летает у меня сейчас в авторежиме. Надеюсь. Запускаем, да? Я даже слишком много полимеров, по-моему, закупил. Я только что об этом подумал. Ну, ничего, у нас денег много, ничего страшного. По науке проблем нет. Чудеса марсианской нуки. Купол природы Земли. Вот так вот он выглядит. Ну, кстати, площадочка нам может немножко помешать. Ну, нет, я ее переставлять не хочу. Может быть, немного, разве что. Хотя нет, тут прям вдоль нее протянется... Проход. Так что, наверное, вот это место хорошее. Продавижу, что оно перекрывает залежь в таком случае. А вот, наверное, как-то так. Смотрите, да? Выход прям к площадке будет. Окей, я думаю, это может сработать. Только подождите-ка. Я просто померяю на всякий случай расстояние, потому что бешеное здесь. Между куполами. Есть у меня подозрение, что... Не-не-не, нормально, отлично. Прям вот. Прям вообще шикарно. Допустим, мы как-то так это сделаем. И вот так заведем. Все, вопросов нет. Тут даже с большим запасом. Да, смотрите, этот купол будет доставать только до вида. А для науки я потом построю и другой купол. То есть тут у меня будут жить именно люди, которые будут... Ну, не знаю, работать, например, здесь. Здесь будут работать. На вот этих двух залежах будут работать. Ну, не знаю. А научники у меня уже будут в отдельном куполе. Я просто не вижу смысл такой огромный купол вводить под науку, которая очень скоро нам уже будет не нужна. Мы все доисследуем. Да, две ракеты летят. Одна быстрее другой. Везет. Полимерчики. Высокая загруженность шаттлов. Можем распечатывать уже дрон-модули? Можем потихоньку. Давайте даже нашего ДУ-координатора тоже вышлем сюда. Ему там нет смысла стоять. Пусть он тут какое-то время потусит. По АМ-лазеру у нас покрытие идет вот такое вот, хитрое. Имеет смысл, конечно, еще один поставить прямо рядом с этим куполом. Возможно, чуть ли не сразу, потому что... Ох, может прилететь метеорит и будет очень обидно. Что сразу придется что-то менять, чинить. То есть какое-то время он работать не будет. Ой, тут даже, наверное, несколько их придется мне ставить. С одним, потому что оно вообще никак не получается. Ну вот лучше места, чем это, не придумаешь для лазера. Есть ракета, да? Будь добра, садись. Прям шикарно. Сейчас сразу же из нее я надеюсь, что дроны додумаются повезти полимеры в купол. И еще даже запас останется. Слишком много я их привез. Так что до пылевой бури один соло остался. Посмотрим сейчас правду. Мне написали неправду по поводу ачивок. И кроме того, у меня тут есть еще одна интересная. Подсоединить купол к трем другим. То есть я, получается, выполню сразу два условия. И вот это. И, кстати, купол с высоткой у меня будет потом. И добиться, чтобы число колонистов в одном куполе превысило 200. Ух ты! О чем? Ух ты! Может такое случиться! Подождите-ка! Ребята, слишком вы быстро рождаетесь. Я не могу за вами успеть. 158 из 160. Тупо людям негде жить. Да, конечно, мы сейчас уже построим большой новый купол. И они там смогут тусоваться. Но... А где им жить до этого момента? Давайте временное жилье им сделаем. Вот в этом куполе в соседнем. Но вариантов нет. Надеюсь, как-нибудь они расселятся. Но, опять же, это временное решение. Хоть какой-нибудь домик им нужен. Жилой комплекс его будет проще достроить, проще разрушить. А вот здесь. Нам пока его хватит на первое время. А к тому моменту, как людей уже будет критическое количество, мы их сможем переселить в большой новый купол. Да, то, что лазер не покрывает его полностью, это даже смешно в какой-то мере. Высокая загруженность шаттлов. А мы можем еще один? Нет, это максимум пока что здесь. А надо бы выучить еще технологию, в рамках которой мы сможем... Новые шаттлы учить. Да, кстати, расход еды и действительно уменьшился, это правда. Так, тронечки, давайте переключитесь временно на то, потому что... Уже даже бездомные у нас есть. Давайте, это очень быстро, шесть бетона и все. Расплюнуть. Тут я особо нигде не могу расширить, разве что переделать умные дома на квартиры, иначе никак. Но мне бы не хотелось пока это делать, так сейчас должны достроить, и человек найдет себе жилье. По идее, он должен будет перейти. Так, есть новые культуры на фермах, давайте сразу их оформим. Так, пока там пшеница, да, давайте выучим, что у нас в принципе есть. Ракета может залетать? Да, может залетать. А, подожди, подожди, подожди. Отменить. Два полимера осталось. Ну слушай, четыре часа как бы до пылевой бури. Надо их довыгружать. Ее уже полностью укомплектовали, ну просто чтоб зря ракета не пропадала. Так, по поводу этого человека в этом куполе. Не работает мой план. Хотя, знаете, я бы нашел, по-моему, одно местечко для одного умного дома вот здесь. А давайте его там построим. Временно. Ну, а что делать? Он парочку человек вместит. А, кстати, уже даже переселились несколько человек, по-моему, в новый купол. Да, все нормально. А, и даже это пенсионеры. А, подождите-ка, у нас вообще в этом куполе не запрещены ли... Да, пенсионеры запрещены. Допустим. Допустим, все нормально. Протечка замечена. А, ну это не страшно. У нас вроде бы по... Ох, подождите, сейчас пылевая буря началась. У нас перестали работать выпариватели. И перестали работать Мокси. То есть это все нормально. У нас воды. Я специально построил большой бак. И большой кислородный бак. Их должно хватить на какое-то время. Тем более, пылевая буря не так долго. А, нет, есть еще сектор один. Надо же. Хорошо. Постройки. Ну да, это понятно все. Тоже понятно. Ничего пока нового. Закрываем. О, отлично достраивается купол уже. Смотрите. Это будет что-то невероятное, я думаю. Самый крутой купол в этой игре. Ну, наверное, может там что-то какие-то прорывные технологии есть. Но, не думаю. Все. И сразу же отключилось жизнеобеспечение в других куполах. Потому что эта собака жрет, наверное, не мере. А, нет. Это же собака. В ней же нет. Электронная греща. Все будет. Ну-ка, момент. Достигнута важная веха. Отлично. И нужно как-то аккуратненько туннельчик протянуть, так, чтобы он ничему не мешал здесь. Ну, в принципе, чем не туннельчик, да? Тут посередине будет как-то слишком бредово. Можно так или вот так повернуть. Ну, я думаю, что вот так очень даже интересно будет. Да. Все. Сразу провелось у него электричество. Во-первых, выполнена задача. Я построил чудо марсианской науки. Во-вторых, достигнута важная веха пять тысяч. Науки мне дали. И... Да, это уже не актуально. Правда, сейчас будет просадка, наверное, дикая по электроэнергии. Сколько он тянет? Сколько ты тянешь? Сорок вот написано, да, чё-то я проглядел. Но знаете, учитывая размеры между вот этими двумя куполами, то, что этот тянет тридцать, а этот тянет сорок, то как бы ничего страшного, я думаю. Так, центр управления дронами должен захватывать его полностью. Ну, кстати, не полностью, но... По большей части. И поскольку они у нас бесплатные, эти цент... Ну, как не бесплатные, а автономные центры управления дронами, я подумываю даже над тем, чтобы поставить ещё один вот тут. Местечко, потому что нужное. Со дронами ресурсы у нас для этого есть. То есть так, чтобы он полностью покрывал этот купол, а захватывал, опять же таки, все склады, которые у нас есть на текущий момент. Я думаю, что дронам так будет немножко полегче. Тем более я дальше сюда ещё планирую развиваться, и чтобы дроны не ездили от вот этого центра сюда, а чтобы тут был именно у них свой центр дронов с блэкджеком и так далее. Ну, если что, снесём. Место в любом случае нормальное. Вполне себе адекватно. Эти склады затрагивает. Затрагивает эти склады. Вот тут топливный не затрагивает, но это ничего страшного. Затрагивает зато вот этот. Три добровольца у нас знаменитости. Это хорошо. Чудо марсианской науки есть. Но при этом хочу заметить, что... У нас была ещё одна ачивка. Важная веха, да? Построить мегакупол. И мне не засчиталось за неё, потому что этот купол не считается мегакуполом. Эх, говорила мне мама, не верь комментариям в интернете, но вот всё-таки поверила. И смотрите, нет, всё-таки это не мегакупол, но... Горевать нечем, этот купол даже лучше. И в любом случае я его построил ровно к тому моменту, как накопил достаточное количество полимеров. Опять высокая загруженность дронов. И да, давайте первым делом застраивать его разными интересными штуками. Я, скорее всего, поставлю вот внутри этого купола высотку медицинского центра. Почему-то мне кажется, что это будет адекватным решением, потому что людей мы кое-как по нему расселим, а вот медицинский центр будет очень тяжело расставлять много госпиталей. Я думаю, что она тут будет неплохо справляться. Если вдруг я не прав, можете написать мне, в чём я не прав конкретно в плане расстановки этого медицинского центра в этом куполе. Но я думаю, что это правильное решение. Кстати, давайте сразу сравним размеры, размерчики мегакупола и этого. Они одинаковые. В мегакуполе можно в центре поставить ещё много чего другого, а тут планировка идёт несколько другая в этом куполе. То есть в том, что я построил, тут у нас недоступен центр для застройки. Ну, везде и свои плюсы и минусы. Да, в любом случае, мне бы пришлось ставить что-нибудь. А так тут вообще комфорт, уровень, левел, наверное, какой-нибудь там, 100-500. Давайте сразу квартиры в нём ставить. Именно квартиры. Автоматизация ферм. Шикарно. Я думаю, сразу несколько поставлю. Сейчас у нас, чувствую, просадка будет по электричеству дикая. Поскольку полимеров у нас накопилось, давайте я быстро набросаю немножечко генераторов стерлинга. Ну, надеюсь, что это адекватное решение. Да, задача выполнена. Автоматизация ферм. Что у меня там дальше исследуется? Система сбережения воды. Угу, угу. Всё шикарно. И да, по автоматизации ферм я хотел заменить культуру, но чё-то забыл. Во-первых, да, автоматизация. На этой ферме. Хотя, блин, может быть, я её снесу отсюда и поставлю её в мега-куполе. А этот у меня будет чисто научным. Но, с другой стороны, опять же, на не так много всего исследовать осталось. Ну, ладно, раз уже тут она стоит, давайте тут её и оставим. Так, подождите. Купола с высотками, а, четыре. О, как! Реактор тер... Модуль реактора термоядерного синтеза бесплатно мне дали. Вот оно как, вообще шикарно. Ух ты. Ну, опять же, да, пшеницу выбираем, но что-то другое нужно заменить. А у нас появилось кино. Двадцать две. Двадцать два урожа, и время роста два. Пшеница у нас была, но вот можем сравнить, да? Чуточку получше кино, чем... Ну, это аналог пшеницы. Есть кукурузка, но она ухудшает почву. Есть фрукты, которые улучшают почву. Ну, по мне, так очевидно, кино, конечно же. Та же пшеница, заменитель пшеницы, грубо говоря. И давайте сразу на другой ферме тоже. У нас тут особо никто, конечно, не работает. Так. Так. И тоже автоматизация пусть будет. Ну, почему нет? Электроника есть, небольшой запасик у нас. Был, по крайней мере. Мы сейчас много потратим электроники на вот эти вот квартиры, но ничего. Сколько ты расходуешь воды? Десять воды он расходует. Ну, как бы да, по нему понятно, что он много воды расходует. Ну, хорошо. Давайте тогда сразу я поставлю на изучение выпариватель. Это первый момент. И второй момент, наверное, добавлю вот сюда. Или можем сразу глубины, но, по-моему, глубины у нас не выучено. А, акваэкстрактор еще один. Потому что могу. Уборка в лабораториях требует ваше внимание. Интересно? Ученые обеспокоены. Они обнаружили на работе шпионские устройства. И не в одной, а сразу в трех лабораториях. Обнаружено так много устройств, что можно уверенно сказать, наши соперники ведут промышленный шпионаж на высоком уровне. Здравый смысл подсказывает, что нужно закрыть лаборатории и найти все шпионские устройства. Ха, и два варианта. Здравый смысл – это не для нас. Пусть ученые продолжают работу, пока мы проводим зачистку. Эффективность лабораторий 25% на 6 солов. Или же закрыть все лаборатории и избавиться от шпионских устройств, ну и таким образом лаборатории не будут у нас два сола работать. Я считаю, что лучше на два сола закрыть. И пусть и будем избавляться. Будем избавляться, это 100%. Подождите, о лаборатории. А, кстати, ржака в том, что у нас-то лаборатории по факту нет, у нас только институты Хокинга. Хе, шах и мат. Да, людишки должны уже тут потихонечку расселяться, врачи уже работают. Ну пусть как бы... Давайте даже так сделаем. Черт характера, тоже возрастная группа, отменим тут старость в этом доме. Потому что у нас и... Так, я не применил, да, опять. В ней есть с этим проблемы определенные, примените вот все. Хоть кто-то один живет здесь? Никто пока не живет, хотя странно. По воде минус 8. Хорошо, что запас есть. Хм, неожиданно, неожиданно. Да, выпариватели по-любому надо учить, но и пользоваться вот этой глубинной добычей воды может быть тоже. Давайте посмотрим, если она тут у меня. Да, вот она. Много чего нужно учить, иначе не скажешь. Но мы как бы полным ходом к этому идем. А, ну и система сбережения воды у нас тоже учится. Как, слушайте, как я вовремя это начал делать? Так до минус 3 мы упали, и я надеюсь на то, что сейчас после изучения этой технологии мы в принципе выйдем в плюс, и можно уже дальше не париться. Давайте это проверим. Тем временем... Да, все, плюс 5. Шикарно. Шикарно. Нужно дальше этот купол обустраивать разными вещами. Знаете что, ребят, я даже так сделаю. А есть такое к вам предложение. Кто хочет? Вот просто кто хочет. Можете мне покидать варианты планировки этого купола, вот как вы это видите. Например, в комментарии тут на ютубе, или же в дискорд, ссылочку на дискорд, или в группу вконтакте. Я это все оставлю в описании. Кому интересно. Ну а эту серию, я думаю, что целей мы достигли, поставленных в этой серии, и буду ее на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии, пожелания, и увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok